Доброго времени суток! На радаре у нас проект, который называется Symbiosis. IDO данного проекта «Забегу наперед» будет проходить на DAO. И как вы знаете, на DAO Maker есть возможность участия с холдом токенов, так и без холда. Вы можете заполнять байтлисты и, соответственно, выиграть аллокацию, которая составляет 50 долларов. Поэтому подписывайтесь на DAO Maker анонсы. И если вы не холдите их токены, то можете попытать судьбу, заполняя байтлисты. Ну а мы пошли дальше к разбору и ресерчу данного проекта. Symbiosis – это децентрализированный мультицепочный протокол ликвидности. Он позволяет пользователям обменивать токены между всеми цепочками, оставаясь единоличным владельцем средств. Важно отметить, что Symbiosis объединяет децентрализированную биржевую ликвидность по всем блокчейнам, совместимым с EWM. В последнее время я очень люблю в видео делать маленькие отступления ликбеза, для того, чтобы посвящать какие-то слова, которые не все знают, что означают. Поэтому давайте разберем, что такое EWM. Ethereum – всеми известный нам как ETHIR – это компьютер с операционной системой Ethereum Virtual Machine. EWM выполняет код, хранящийся во всех нодах сети. Виртуальная машина Ethereum, сокращенно EWM – это глобальный компьютер, который может использовать любой человек за небольшую комиссию, выплачиваемую в эфире. А также это единый глобальный 256-битный компьютер, в котором все транзакции хранятся локально на каждом узле сети и исполняются с относительной синхронностью. Это глобально доступная виртуальная машина, состоящаяся из множества отдельных компьютеров. То есть, по сути, это гигантский компьютер, к которому может получить доступ любой человек, который имеет узел, либо же приложение кошелька, что позволяет легко перемещать произвольно большое количество ценностей практически мгновенно. И хотя любой может использовать эту глобальную виртуальную машину, никто не может создавать в ней поддельные деньги, либо же переведить средства без разрешения. Простыми словами, Ethereum Virtual Machine является одним глобальным компьютером, который состоит из составных узлов, а они, в свою очередь, сами являются компьютерами. Вернемся к нашему проекту Symbiosis. С помощью данной платформы вы сможете передавать свою ликвидность с низким проскальзыванием в любой цепочке. Symbiosis обеспечивает ликвидность каждой крупной цепочки блоков, таким образом образуя метавселенную цепочки блоков. Он работает как единый транспортный уровень для межсетевого взаимодействия. Наглядно можем видеть, что платформа будет являться мостом каждой экосистемы. С преимуществом данной платформы и вообще возможности перевода ликвидности, не требующая доверия система, не связанная с хранением, защищенная TSS, схемой пороговой подписи, и многосторонними вычислениями. Также все узлы сети Relayers, управляемые сообществом, имеют привязные токены для обработки свопов. И практически любой может стать ретранслятором, чтобы помочь защитить и повлиять на будущее метавселенной блокчейна. Платформа постоянно отслеживает лучшие курсы обмена для тысячи доступных пар криптовалют в режиме реального времени. Нарисована интересная картинка в виде радара, который действительно мониторит разные блокчейны, разные токены и биржи. Помимо этого есть еще ряд преимуществ, о которых мы сейчас поговорим. Первое это концентрированная ликвидность. Вы можете открыть для себя самые эффективные торговые пути. И больше не нужно будет теряться в нескольких приложениях. Второе это то, что нет специального программного обеспечения. Symbosis также просто использование, как Uniswap. Пользователям не нужно создавать резервную копию ключевого файла, загружать новый кошелек браузера, либо же устанавливать какое-либо специальное программное обеспечение. И третье это то, что есть улучшенный UX для кроссчейна. Проект планирует решить проблему платы за газ, введя кроссчейн безгазовую транзакцию. Ниже мы можем видеть и венчурные фонды, которые вложились в данный проект. Самый крупный из них это Blockchain.com. Также у нас есть две биржи Qcoin, GTO, Dowmaker, на котором будут проходить сейл, и еще несколько венчурных фондов. Если мы хотим проанализировать, насколько хороши эти фонды, мы можем просто кликнуть и перейти на сайт фонда. К примеру, возьмем первый фон Blockchain.com, опустимся немножко ниже, посмотрим, какие проекты вкладывал данный фонд в свои средства. Здесь достаточно много громких имен. Дабродар, Энджин, Зерион, Репаблик, Ньюр, Аве, Мессари, Эффинити, Интерлей, Ралли и даже Параллельфинанс. И для примера можем еще перейти на второй венчурный фон, который называется Spartan. Во вкладочке Digital Assets Management мы можем найти, во что инвестировал данный венчурный фонд. И здесь такие проекты, как OneInch, Polkadot, Maker, DYDX, который совсем недавно показал крутые результаты. И еще безумно много проектов к изучению. Вот можете просто заходить, например, на какой-то венчурный фонд, нажимать на интересующий вас проект и вас перекинет сразу на сайт данного проекта. Приятных моментов то, что мы видим достаточно хорошую поддержку от бирж и от венчурных фондов. Перейдем к документации проекта и почитаем, какие требования будут осуществлять протокол Symbiosis. Для того, чтобы использовать данную платформу, вам не нужно заводить никаких дополнительных кошельков длительного ожидания, либо же дополнительных шагов для продолжения обмена. Также платформа будет полностью децентрализированная. Никакая центральная сторона не сможет остановить протокол Symbiosis, либо же ограничить доступ пользователей к нему. Платформа будет хорошая функция совместимости, поскольку она будет соединять каждую цепочку, которая привлекает достаточное внимание рынка. Конечная цель Symbiosis – это объединить все сети. Никто, включая команду Symbiosis, не будет иметь доступа к средствам пользователей. Ко всему этому будет еще безграничная кросс-цепочная ликвидность. Так как Symbiosis нацелен на максимальное количество пар токенов во всех цепочках, обеспечивая при этом лучшие цены на свопы между любой произвольной парой токенов. Ниже мы можем увидеть высокоуровневую схему протокола Symbiosis. Пользователь будет использовать фронт-энд, который будет являться веб-интерфейсом или мобильным приложением. Он будет собирать информацию об активах в сетях, с которыми работает Symbiosis. Строить оптимальные маршруты для обмена, помогать пользователям подписывать и отправлять транзакции в сети. Механизм кросс-чейн ликвидности – это набор смарт-контрактов, развернутых в каждой цепочке, с которой работает Symbiosis. Он будет управлять концентрированными пулами ликвидности между цепочками и механизмами маршрутизации вне цепочки, что позволяет использовать ликвидность AMM, то есть автоматизированных маркет-мейкеров во всех цепочках. А сеть ретрансляторов – это сеть узлов P2P децентрализированных хранителей. Ретрансляторы прослушивают события, генерируемые механизмом ликвидности кросс-цепочки в каждой цепочке, достигают консенсуса по каждому событию, подписывают и отправляют транзакции в соответствующие цепочки. В данной платформе есть миссия, либо же видение, что в мире мультичейнов требуется простое в использовании решение, такое же, как Uniswap. Такое решение должно решить проблему замены любого токена на любой токен в каждой цепочке, чтобы пользователям не приходилось искать другой AMM, либо же мост. Также здесь есть такая безумно интересная картинка, которая называется «Жизненный цикл свопа». Ссылочку на эту документацию оставлю под видео, посмотрите, как это все работает наглядно. В технической документации можно найти информацию о конкурентах и в чем разница между проектом Symbiosis и вторым проектом, который является их конкурентами. Здесь описаны преимущества и модели поведения того или иного проекта. Токен, который будет выпускаться на IDO на Daumaker, называется SMB и является нативным токеном проекта Symbiosis. Его можно будет класть на стейкинг для запуска ретранслятора в сети Symbiosis Relayers, который будет в итоге, но вы сможете управлять симбиозисом DAO и DAO Teasure. О том, что такое DAO, описание этого термина и как он работает, я говорила в одном из роликов. Поэтому не пропускайте ролики, чтобы увидеть всегда полезную информацию и разный ликбез. А если вам было недостаточно вот этой диаграммы о том, как работает жизненный цикл свопа, то вы можете еще перейти к диаграмме последовательности, чтобы погрузиться поглубже. Выглядит она вот так. Так, разбираться здесь я точно не буду, но вдруг кто-то у нас с подписчиков канала Технари, можете посмотреть, как это все работает, посмотреть код, который здесь прописан. В твиттере у нас сделано 159 твитов, создан в мае 2021 года и начисляет 16 тысяч подписчиков. На данный момент с сайта вы можете перейти на тест свопа. И соответственно у нас есть три графы своп, ликвидность и мост. Использоваться может ЕТХ, БНБ, либо же ЮНИ. О том, что была запущена тестовая версия платформы, было анонсировано в медиуме проекта 23 октября. Здесь они пишут о радостной новости, что они совсем недавно выпустили тестовую версию нашей платформы, которая бросит вызов всему, что, как вы думали, знали о криптографии. И платформа Symbiosis позволяет обменивать любой токен на любой токен, пока только ограниченные пары, мгновенно перемещать ликвидность по разным цепочкам, сделать один щелчок в метаваске, это все, что нужно, не нужно дополнительно ничего скачивать, и использовать одну безопасную платформу, чтобы избежать мошенничества. Проект интуитивно понятен и прост в использовании, что значительно сокращает время обучения, чтобы углубиться в криптовалюту. В тестовом режиме любой пользователь может посетить страничку Symbiosis Finance, выбрать любую монету в поддерживаемой сети, а зачем выбрать любой токен в любой другой поддерживаемой сети. Сделать обмен и готово. На ютубе есть небольшой гайд на минуту 39, где показывается, как это делать. Подключаете метамаск, вводите пароль свою метамаска. Все, ваш кошелечек подключен. Выбираете токен, к примеру, Юниерси 20, выбираете в другую сеть, выбираете кейк на сети Binance Smart Chain. Вводите сумму, которую хотите перевести. Дальше вы делаете вопрув, то есть разрешаете метамаску взаимодействовать с данными токенами. После того, как опрув пройдет, нажимаете кнопочку Swap и подтвердить обмен. Подтверждаете в метамаске и ждете, когда транзакция произойдет. Зачастую это занимает около 60 секунд. Все, это все. Вот так просто можно использовать платформу Symbiosis. На даумейкере данный проект еще не анонсирован, но будьте уверены, что скоро он появится в upcoming sales. Для того, чтобы это не пропустить, смотрите за телеграммом проекта Symbiosis и мониторьте свежие новости. До скорой встречи в новых роликах. Надеюсь, я когда-то их стану делать немножечко меньше. А пока поглощаем информацию и обучаемся новым фишкам и проектам в криптомире. Жду от вас лайки, а также подписку на канал, чтобы ничего не пропустить. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...